По сути, Михаил, аминокислоты очень похожи на оркестр. Каждый музыкант играет свою мелодию, но только все вместе они могут исполнить полноценную музыкальную композицию. Ну что же, давайте ударим в смычки прямо здесь, в студии, я предлагаю. Давайте ударим. Первая незаменимая аминокислота – изолейцин. Изолейцин. Изолейцин способствует росту мышц, обеспечивает мышцы энергией, уменьшает воздействие стрессовых факторов на организм, участвует в выработке гемоглобина. Дефицит изолейцина может приводить к возникновению возбуждения, беспокойства и ощущения тревоги, а также повышенному утомлению, чувству страха и головокружению. В каких же продуктах присутствует изолейцин? Изолейцин содержится в орехах, семечках, сыре, рыбе, птице и зародышах пшеницы. Итак, первая аминокислота – изолейцин. Пожалуйста, как работает аминокислота? Вторая. Итак, вторая незаменимая аминокислота – это лейцин. Лейцин. Необходимая для роста и развития мышц. Она способствует заживлению ран, сращиванию костей, стабилизирует уровень глюкозы в крови. Дефицит лейцина приводит к снижению роста тела, нарушению процессов восстановления, снижению обмена веществ и повышению уровня глюкозы крови. В каких продуктах находится эта важная аминокислота? Большое количество лейцина содержится в молочных продуктах, овсе, зародышах пшеницы, а также в мясе. Итак, как работает аминокислота? Следующая аминокислота – это валин. Вырабатывает энергию, нужна для укрепления мышц и поддержания их тонуса. Также валин нужен для восстановления тканей печени в случае их повреждения. Например, при токсическом гепатите. При недостатке валина нарушается координация движений и повышается чувствительность кожи. Валин содержится в молочных продуктах, в зерновых, мясе, грибах и продуктах из сои. Так как же работает валин? Тоже хорошо. Еще одна незаменима аминокислота – это гистидин. Гистидин. Особенно необходим гистидин организму в период роста при стрессе и при восстановлении после болезней и травм. Гистидин также участвует в усвоении таких важных микроэлементов, как цинк и медь. Дефицит гистидина в питании приводит к появлению боли и воспаления в мышечной ткани. А где он находится? В каких продуктах? Он находится в таких продуктах, как свинина, птица, сыр, зародыши, пшеницы. И как же работает у нас гистидин? Бодро. Следующая важная аминокислота – это лизин. Лизин. Лизин – эффективное средство профилактики вирусных инфекций, в частности, вируса герпеса. Конечно. Лизин также увеличивает выносливость мышц и участвует в формировании коллагена – одного из основных белков опорно-двигательного аппарата человека. Дефицит лизина может замедлить восстановление мышечной и соединительной ткани и привести к потере костной массы тела. Лизин в большом количестве содержится в рыбе, птице, молоке, зародышах пшеницы, что очень важно, бобовых и арахисе. И лизин у нас работает как… Бодренько. Бодренько, да уж. Другая незаменимая аминокислота – метионин. 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 Это аминокислота примечательна тем, что она содержит серу. И тем самым предотвращает заболевания кожи и ногтей, а также влияет на рост волос. Метионин является мощным антиоксидантом и положительно сказывается на функции печени человека. Так если это антиоксидант, значит он замедляет старение? Совершенно верно. Он замедляет старение, влияет на ткани печени. Дефицит метионина может вызывать у человека снижение уровня гемоглобина и накопление жира в клетках печени. Где находится этот метионин? Ну, он очень распространен в молочных продуктах, например, в твороге, а также в бобовых и арахисе. Итак, метионин, ваше слово. Следующая аминокислота – это трианин. 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 Трианин, который необходим для формирования эмали-зубов, а также таких белков, как эластин и коллаген. Он помогает организму обезвреживать токсины и предотвращает накопление жира в клетках печени. Недостаток трианина приводит к появлению усталости преждевременного человека, а также может привести к ожирению печени. Угу. Наверняка содержится в твороге. В мясе, в молочных продуктах и в яйцах. И в яйцах. Итак, трианин, что вы хотите нам сказать? И следующая аминокислота – это триптофан. Триптофан. Триптофан, который является в нашем организме предшественником серотонина. Да, гормоном радости. Вещества, которые ответственны за наше настроение, качество сна и восприятие боли. А также триптофан участвует в выработке мелатонина – гормона, который определяет качество нашего сна. Низкое содержание триптофана в организме ассоциировано с такими заболеваниями, как хронические головные боли, нарушение сна и расстройство нервной системы. То есть из-за дефицита триптофана может болеть голова. А многие таблеточки принимают, думают, пройдет. А у вас, может, триптофана не хватает. Вот он, ходит где-то рядом. Триптофан. Да, а ходит он в индейке, в молочных продуктах, в яйцах, в орехах и в семечках. Триптофан. Что вы нам продемонстрируете? Триптофан. Очень хорошо. Следующая аминокислота – это фенилаланин. Фенилаланин. Фенилаланин служит предшественником для выработки таких биологически активных веществ, как, например, норадреналин, которые повышают у человека уровень бодрствования, психическую энергию и активность. Существует мнение, что фенилаланин влияет на уровень эндорфинов, так называемых гормонов радости, которые вырабатываются в нашей нервной системе. Соответственно, дефицит фенилаланина зачастую приводит к развитию депрессии. Звоните ему, и он придет к вам. Да. А прийти он может из мясных и молочных продуктов. И в значительно меньших количествах из продуктов растительного происхождения. И вам будет весело. Как? Продемонстрируйте, пожалуйста, веселье вашего прихода. Очень важная, очень важная аминокислота – это аргинин. Аргинин, где ты? Вот он. Аргинин, который влияет практически на все функции организма, но в особенности на иммунную систему, также на репродуктивную сферу человека, способствует выведению токсических отходов обмена веществ. Аргинин также влияет на аминорецепторы поджелудочной железы, усиливая выделение инсулина, и тем самым снижая уровень глюкозы в крови. Также он является веществом, которое стимулирует выработку гормона роста, необходимого для восстановления нашего опорно-двигательного аппарата. Дефицит аргинина в питании может привести к замедлению темпов роста, увеличению жировой массы тела. У детей, например. Например, у детей. И в случае дефицита аргинина также может повышаться артериальное давление, потому что аргинин в нашем организме является донатором азота. Вещество, необходимое для поддержания нормального тонуса артериальных сосудов. Достаточно легко восполнить дефицит аргинина такими продуктами, как мясо, молочные продукты, орехи, кукуруза, шоколад, изюм и кунжут. Прекрасно. Итак, аргинин, как вы действуете? Ну что же, вот эти 10 незаменимых аминокислот образует оркестр. Оркестр, который в состоянии сыграть стройную мелодию. Мелодию жизни. Браво, 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 браво. Итак, дорогие зрители, вы поняли, что аминокислоты нам необходимы. Особенно необходимы те, которые называют незаменимыми. И несмотря на то, что их 10, вам достаточно употреблять в пищу 5 основных продуктов, для того, чтобы полностью покрывать потребности организма в незаменимых аминокислотах. В этой пятерке такие продукты, как молочные продукты, мясо, проростки пшеницы, арахис и яйца. Ну что же, господа, спасибо вам за реализацию. Теперь мы знаем, что аминокислоты работают в унисонах, если они есть в организме. Прошу вас! Прошу вас!